Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Там, где раньше шла бойкая торговля, появится сквер. На Мацесте сносят незаконно установленные павильоны. В Сочи открылся приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сегодня его осветил митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Налог на собак и электронная база питомцев. Какие еще предложения внесли зоозащитники на совещании в Сочи? Дети разных народов собрались сегодня утром во дворе 15-й гимназии. На Макаренко прошел этнофестиваль. В Краснодарском крае завершился конкурс в области качества местных товаров. Победителей «Сделано на Кубанино» зовут уже в мае. Лучшие предприятия получат соответствующие дипломы. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о том, сколько компаний стали лауреатами соревнований. В число победителей вошли 46 лауреатов. Все кандидатуры после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих организаций-участников отвечает самым главным критерием – качество и безопасность. Только такие продукты вправе использовать маркировку «Сделано на Кубани». Я уже говорил о важности этого конкурса для кубанских производителей. Знак «Сделано на Кубани» поможет выделить нашу продукцию из множества товаров и, я подчеркну, будет являться гарантом высокого качества продукции местных предприятий. Также победители конкурса «Сделано на Кубани» смогут использовать знак в рекламных целях и размещать его на упаковке продукции в течение двух лет со дня получения диплома. Где на Кубани жить хорошо? В Краснодаре подвели итоги конкурса на звание лучшего сельского поселения. Соревнования проходили весь прошлый год. Победителей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Награждение приурочили к российскому празднику – Дню местного самоуправления. Лучшие поселения региона получили денежные призы, которые направят на благоустройство. Чем сейчас живет местное самоуправление в регионе, разбирались наши краснодарские коллеги. Это виола. Это виола, это виола. Это вот петунья. Вот она, петунья, которая уже бутонная, но она скоро зацветет. В тонкостях цветоводства глава станицы Бриньковской разбирается не хуже, чем в формировании местного бюджета. Когда нужно высаживать петуньи и как лучше ухаживать за розами? Солидный мужчина в пиджаке может рассказывать часами. Идея – засадить станицу собственноручно выращенными цветами. Василию Лазе пришла 6 лет назад. Тогда же инженер-строитель по образованию решил построить теплицу из того, что было. Эта теплица сделана из старых окон, которые были на школе. При разборке они были уничтожены. Мы их взяли и получилась вот такая хорошая, я считаю, добротная теплица. Небольшой теплицы хватает, чтобы выращивать и 9 сортов однолетних цветов, которыми потом высаживают около 2 гектаров сельских парков и клумб. Всем циклом цветочного благоустройства занимаются 5 человек – все местные жители. Касадится вот сюда петунькой. Посадили, потом сверху еще полили. Всю зиму уж растили. Переживания, вдруг она не взойдет. А она вот у нас как бы все хорошо, все равно, конечно, гордость за станицу. Бриньковская – пример того, как люди самостоятельно решают вопросы местного значения. Ну зачем платить кому-то и покупать цветы для благоустройства, когда это можно делать своими руками? Руками местного самоуправления здесь экономят и станичный бюджет. Деньги, которые теперь не нужно тратить на рассаду, направляют на другие нужды. Выращивая сами цветы в нашей теплице, мы как бы совершенно бюджетные деньги не тратим на прообретение цветов. А вот экономия только от однолетних цветов, которые мы выращиваем, более 600 тысяч рублей. Благоустройство – лишь один из примеров работы местного самоуправления. Сельские администрации, городские мэрии, территориальные органы самоуправления – все это посредники между жителями и представителями государственной власти. Именно к муниципальным служащим или сотрудникам ТОСов приходят узнать, когда будет газ или новая дорога, рассказать, где необходимо убрать мусор и попросить сделать ремонт в сельском доме культуры. Развитие региона невозможно представить без людей, которые пришли сегодня в Краснодарскую филармонию, уверен губернатор. Он поздравил всех представителей местного самоуправления с профессиональным праздником. В прошлом году мы благоустроили 182 двора и 43 парка. В этом году мы планируем благоустроить 180 территорий и на эти цели выделить практически полтора миллиарда рублей. Я вот устраиваю работу своей команды так, чтобы они не были начальниками, а в районах подчиненные. Все вместе мы одна целая команда. Все вместе мы отвечаем за жизнь. И все, что сегодня предлагается в виде решений в крае, должно четко сверяться с вами, с органами местного самоуправления. Потому что вы там, на земле, как я уже не раз говорил, вы сильнее ощущаете проблематику жизни, вы сильнее ощущаете приоритетность, на что нужно выделить деньги, какие проекты должны быть в первую очередь. Поэтому любое решение в первую очередь должно согласовываться с органами местного самоуправления. Я также вас прошу, когда вы свои решения будете принимать, тоже в первую очередь сверяйте их с интересами жителей поселения. Насколько им нужно уже ваше решение. И тогда мы сможем сказать, что на Кубани принципы самоуправления работают. Не на словах, а на деле. Именно открытость и обратная связь – главный принцип работы системы самоуправления. Только общими усилиями местных жителей и муниципальных властей можно реализовать множество проектов. Больше общения с людьми, больше общения, конечно, с главами ТОС, это наши помощники, и без их помощи, конечно, тяжело, потому что сидя в кабинете, многого не видишь и не слышишь. Я вообще местный житель, родилась в этом запорожском поселении, живу всю свою жизнь, поэтому мой номер доступен для всех. И днем, и вечером, и ночью, и утром. Особенно, когда возникают какие-то проблемы. Создание комфортной среды – это лишь первый шаг в решении проблем на местах. Особое внимание будут уделять малым городам и поселкам, заявил Вениамин Кондратьев. Сельским бюджетом помогут и с краевой казны. Какие люди живут на Кубани, такая будет и Кубань. А мы с вами, мы отвечаем за то, чтобы людям на Кубани жилось хорошо. Я убежден, что вы патриоты своей малой родины, конечно, нашей огромной России, но в первую очередь патриоты своих улиц, своих поселков, своих станиц, городов. Вы сегодня делаете их краше, вы делаете их лучше, вы их делаете благоустроеннее. Вот какая Кубань нам досталась наследственно. Давайте эту Кубань сохраним. И вот такой же, но еще более сильной, экономически развитой, более процветающей передадим нашим детям, внукам и последующим поколениям. Сегодня же стали известны лучшие сельские поселения Кубани. Конкурс проходил весь прошлый год. Победителей лично поздравил губернатор. 35 хуторов, станиц и городов получили денежные призы, которые теперь направят на благоустройство. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Александр Кощеев. Кубань, 24. Краснодар. Там, где раньше шла бойкая торговля, появится сквер. На Мацесте сносят незаконно установленные павильоны. У хозяев был шанс сделать это самостоятельно, но они им не воспользовались. Сегодня на место прибыли судебные приставы и тяжелая техника. Все подробности в нашем следующем материале. Освободить земельный участок в 100 квадратных метров путем демонтажа и вывоза объектов мелкорозничной торговли – таково решение суда. Теперь ларьки на Среднем Ацесте, где раньше торговали одеждой, продуктами и игрушками, идут под снос. Собственников указанных ларьков, владельцев указанных объектов, предупреждали заблаговременно о необходимости обязательного исполнения судебных постановлений. Вместе с тем, несмотря на предупреждения, владельцы указанных объектов их проигнорировали. Самостоятельно, указанных законом сроки, не демонтировали, что было зафиксировано в службе судебных приставов. Теперь судебные приставы и сотрудники администрации города и района контролируют процесс сноса строения. Часть павильонов рабочие разбирают вручную, к другим уже подошла тяжелая техника. То, что объекты на муниципальной земле стоят незаконно, было обнаружено главой Сочи в ходе последней инспекции Мацесты. Анатолий Пахомов в ходе таких визитов проверяет санитарное состояние микрорайонов и обязательно наличие разрешительных документов на строящиеся и уже существующие объекты. Это и торговые павильоны, и жилые дома. Что касается освободившейся после сноса ларьков земли, ее судьба уже решена. На этом месте будет реализована в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» хороший большой сквер и зона отдыха для гостей и жителей нашего города Сочи. Это сквер Мацеста, который будет вдоль реки, набережной, пешеходными дорожками, велодорожками, местами отдыха, спортивными комплексами. То есть объект благоустройства будет. Вся наша средняя Мацеста. В разных частях Сочи подобные незаконные объекты сносят регулярно. Причем под снос идут не только небольшие ларьки, но и многоквартирные дома. Так в начале месяца в Эмеретинке под снос пошли сразу две многоэтажки. На улицах Ружейная и 65 лет Победы. Многотонная фура врезалась в пост ГАИ при въезде в Сочи. Водитель погиб. ДТП произошло сегодня в 4 утра, сообщает Интерфакс Юг. Водитель груженной фуры не справился с управлением и врезался в опору поста ГАИ на въезде в Сочи. Машина перевернулась, мужчина погиб на месте. Из-за случившегося на въезде в город образовалась огромная пробка. Это далеко не первая авария на этом участке перевала. Чаще всего это происходит из-за отказа тормозной системы. Специалисты советуют на затяжном спуске тормозить двигателем. Впереди каникулы, отдых для детей и горячая пора для взрослых. В УВД Сочи отчитались о мерах защиты несовершеннолетних, причем во всех сферах правоохранительной деятельности. За первый квартал этого года в городе произошло 12 ДТП, участниками которых стали дети. И хотя это несколько меньше, чем в этот же период прошлого года, сотрудники ГИБДД отмечают, могло быть и меньше, если бы не халатность взрослых. В пяти ДТП дети выступали в качестве пешеходов. В шести ДТП дети являлись пассажирами транспортных средств. Чтобы особое внимание хотелось обратить, что детей в этих ДТП перевозили без специальных детских удерживающих устройств. В свою очередь это недопустимо. Также в первом квартале в наркодиспансерное обследование были направлены 18 подростков. В четырех случаях выявлены признаки употребления канабиоидов. Еще в одном случае речь шла о синтетическом наркотике. Несмотря на работу оперативников, зелье все еще можно заказать в интернете. Поэтому инспекторы советуют проверять, какие сайты посещал подросток, в каких группах популярных мессенджеров он состоит. Оптимально занять ребенка творчеством или спортом. Для этого летом в Сочи открываются площадки нашего двора. В рамках этого проекта с ребятами работают не только тренеры, но и специалисты УВД. За каждой такой площадкой и за лагерем при школах закреплены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы правового характера. Напомнили и позиции краевого детского закона. Без присмотра взрослых в принципе не могут находиться малыши до 7 лет. Дети с 7 до 14 должны быть дома не позже 9 часов вечера. А те, кому есть 14, но еще нет 18, могут гулять до 22 часов. В Сочи появился приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он открылся сегодня при сочинском храме иконы Богородицы «Всех скорбящих радость». Его осветил митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Тему продолжит Елена Всецина. На территории храма иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» митрополит Екатеринодарский и Кубанский и Сидор появился в 8 часов утра. Он осветил многофункциональные кризисные центры, которые расположены рядом с церковью, и провел праздничную божественную литургию для православных микрорайонов Ареда. Этот храм в народе прозвали больничным. При нем есть сестры-милосердие. Они помогают при необходимости ухаживать за тяжелобольными в палатах. Прихожанка Екатерина Цветкова рада, что именно при их храме открылся первый в Сочи приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сама она уже ждет четвертого ребенка, всегда ходит на исповедь и причастие. У каждого ситуация может в жизни случиться, когда некуда пойти. Слава Богу, есть такой приют, мы все рады. И слава Богу, что он есть, и то, что появилась такая идея построить, и с Божьей помощью она воплотилась. Сегодня верующие могли ознакомиться с приютом, посмотреть, как здесь устроятся те женщины, которым тяжело в одиночку принять единственно верное решение. Помогать им будет церковь. Здесь созданы все условия для того, чтобы женщина не решилась на аборт, а сохранила жизнь ребенку. В центре может находиться более 10 беременных женщин и молодых мам с новорожденными. Они обеспечены всем необходимым и в первую очередь трехразовым питанием. Постоялецам также помогут с вещами, предметами первой необходимости. С женщинами работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты. Главная цель – помочь избежать непоправимых ошибок. В приют направляют своих пациенток, в том числе и врачи городского перинатального центра. Мы стараемся женщине помочь выйти из трудной ситуации. То есть не взять ее на себя и тащить этот волос, а именно выйти из трудной ситуации. То есть помочь ей увидеть ряд каких-то ее проблем, которые можно решить. Чтобы она поняла, что она не одна, чтобы она могла немножко отдышаться, успокоиться и двигаться дальше. А глава Кубанской митрополии будет находиться в нашем городе и 29 апреля. Сегодня в рамках данного визита прошли богослужения в двух храмах города. А в воскресенье в 9 часов утра состоится служба с участием митрополита Инсидора в Свято-Михайло-Архангельском соборе. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Объединить усилия в усовершенствовании законов о гуманном регулировании численности безнадзорных животных договорились сочинские зоозащитники, городская мэрия и представители законодательной власти Краснодарского края. В Сочи прошло расширенное совещание, которое длилось более пяти часов. Очередное заседание рабочей группы по защите безнадзорных животных прошло в Сочи в расширенном составе. Приехал руководитель краевой ветеринарной службы и представители законодательного собрания Краснодарского края. Лидеры сочинской зоозащиты пришли на встречу с вполне конкретными предложениями по изменению законодательства. Ввести официальное понятие заводчик, налоги, ответственность хозяев за самовыгул, создать электронную базу о собаках и кошках. Это та основа, без которой никакие ветеринарные мероприятия на территории Краснодарского края, в частности города Сочи, я считаю, достаточно нормально, на нормальном уровне проводиться не могут. Часть предложений представители краевой законодательной власти поддержали, однако их практическая реализация возможна лишь когда соответствующий закон об ответственном обращении с животными будет принят на федеральном уровне. Со своей стороны сочинская рабочая группа подготовит такое обращение в Госдуму. Наша задача во многом выработать общие подходы, общие механизмы, которые позволят нам, в том числе используя наши законодательные инициативы, обращаться прежде всего в Государственную Думу, для того, чтобы мы навели порядок прежде всего с федеральным законодательством. В Краснодарском крае действует ряд региональных законов и постановления о регулировании порядка численности безнадзорных животных. На его основании администрации районов заключают муниципальные контракты на отлов. Сочинским приютам предложили участвовать в этих конкурсах, а выделяемые средства тратить на содержание и стерилизацию животных. В этом году краевых субвенций будет направлено свыше 6 миллионов. В следующем году финансирование планируют увеличить. Работы на самом деле проведено очень много. Были выезды на действующий приют на Барановке, работа с правозащитными и общественными организациями и приютами действующими, которые существуют на территории города Сочи. Выявлены были проблемы, которые существуют, что не так развита система штрафов, или они очень низкие. Что у нас на сегодня не совсем корректно выполняется 300-е постановление губернатора, и над этим нужно работать и отрабатывать методику. Главный инструмент в борьбе с безнадзорными животными – это стерилизация. С начала года на территории Сочи почти 2000 собак и кошек были прооперированы. По словам ветврачей, стерилизация приносит животным только пользу и продлевает им жизнь. Однако статистика скупая, отмечают представители власти и зоозащитники. Хозяева многих собак и кошек не проявляют сознательность, а потом избавляются от нежелательного потомства. Как следствие, животные попадают на улицу, если повезет в приют. В первую очередь необходимо чипировать животных. Я знаю, что на территории города-корректу Сочи в соответствии с 800-м законом проводится работа по идентификации данных животных. И с начала работы данного закона, это конец 2016 года, идентифицировано свыше 3000 животных. Между тем продолжается совместная работа представителей зоозащиты, волонтеров и администрации в приютах Хостинского района. По поручению главы города Сочи здесь будет проведено поэтапное благоустройство. Приняты следующие решения. Это первое – привести благоустройство в надлежащее состояние непосредственно в Барановке. Это там, где существует сегодня уже приют для животных бездомных. То есть мы уже 3-го числа начнем разравнивать дорогу. Сейчас идет подготовка по освещению территории. Как отвечают сочинские общественники, вопрос о защите животных на курорте, как и во всей стране, остается острым. Однако, объединив усилия с местными властями и краем, можно достигнуть нужного результата. Ведущих медиков страны объединил форум в Сочи. На курорте стартовал 14-й конгресс мужское здоровье. Участие в нем принимают ведущие специалисты в области урологии, онкологии, гинекологии, а также врачи общей практики и другие эксперты. Обсуждение вопросов мужского здоровья пройдет в формате симпозиумов, круглых столов, лекций и мастер-классов. На форуме выступят ведущие российские и зарубежные эксперты. Накануне участников поприветствовал глава Сочи. Добро пожаловать в город Сочи, в город солнца любви и, конечно же, в город здоровья. Я думаю, что вы сможете убедиться в том, что мы действительно этому уделяем огромное значение, еще и посетим наши больницы, наши клиники, наши поликлиники. Завершится форум мужское здоровье 29 апреля. Кстати, организаторы предварительно договорились сделать Сочи постоянной площадкой для проведения конгресса. Дети разных народов собрались сегодня утром во дворе 15-й гимназии. На Макаренко прошел этнофестиваль. Школьный двор давно не видал такую пеструю толпу детей. Вместо черно-белых строгих нарядов – буйства красок и национальных украшений. Тут и сербы, и молдаване, и грузины, и даже народы Крайнего Севера. Причем участники – не представители именно этого этноса. Национальность здесь выбирали методом жеребьевки. Мы хотим сохранить этот хрупкий мир. И мы знаем, что не бывает плохих национальностей, а бывают просто плохие люди. И дети, за которыми будущее, должны это понимать. Каждой команде надо было представить национальный костюм, кухню, разучить песню и танец. Здесь же во дворе гимназии развернулась настоящая скатерть-самобранка. Всем желающим предлагали попробовать национальные блюда. С этим дети, конечно, сами бы не справились. Помогли родители. Мы представляем республику Дагестан. Готовились все с удовольствием днями и ночами. В общем-то, они спали, как видите. Столько вот всяких блюд приготовили. Старания сочинских ребят оценили друзья гимназии из Германии. Итоги отдельно подведут и педагоги. Главная же цель, отмечают организаторы, достигнута. Историю многонационального Сочи школьники выучили на отлично. Галина Моисеева, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи открылся Центр гуманной педагогики, единственный в Краснодарском крае. Его цель – создать общество единомышленников, родителей и педагогов для духовно-нравственного, патриотического, культурного воспитания детей и образования в семье, школе и обществе. Воспитывать детей на основе принципов гуманизма и любви. Данный Центр гуманной педагогики курирует выдающийся педагог-новатор, доктор психологических наук Шалва Аманашвили. Он автор более чем 70 книг по педагогике, разработчик системы «Школа жизни», которая рекомендована Министерством образования России для применения на практике. Как конкретную проблему может решить гуманная педагогика? Как правило, люди приходят именно с такими вопросами. Ребенок не слушается, ребенок капризничает, не хочет делать уроки. В подростковом возрасте очень сложно. И гуманная педагогика на основе вот этой вот платформы понимания, что ребенок – это путник вечности, отвечает на эти вопросы. В Центре гуманной педагогики будут проводиться лекции, семинары, и любой человек может стать слушателем, получив для себя ответы на наиболее интересующие вопросы. Этот Центр создан и для родителей, и для педагогов, и просто людей, которые интересуются своим развитием, как возрождать традиции семьи, как возрождать духовно-нравственные вот эти отношения, как воспитывать благородного и высоконравственного культурного человека. Сегодня состоялось торжественное открытие Центра, а уже 10 мая пройдет первая расширенная встреча, где можно будет обсудить тему гуманности, нравственности, воспитания детей и, что немаловажно, себя. Профессионалы поделятся опытом. А 12 мая состоится семинар под названием «Мы все живем, чтобы оставить след». Центр гуманной педагогики расположен по адресу Новогинской 7-7 рядом с биржей труда. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Не остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова